Копию этого локального акта он должен получить лишь по собственной инициативе. Это не обязанность работодателя в данном случае. Я не соглашусь с Егором. В статье 57, в которой я апеллирую, там в чёрном по белому написано. Существенные условия трудового договора какие? Это не только структурное подразделение, куда принимаются работники. Место работы, должность и заработная плата. И оплата труда. Поэтому о каких позициях вы говорите? Если работодатель в этом случае, если не прописывает в трудовом договоре заработную плату именно оклад работника, он явно нарушает статью 57? Грубейшее нарушение статьи 57? Нет. Тем не менее, это просто нарушение. Нельзя говорить и апеллировать, что локальная. А мне кажется, тут главное всё-таки сумма оплаты. Мать, вот вы уперлись в вопросы юридические. А ведь они возникают только тогда, когда конфликт возникает. А главное это людям получить денежку каждый месяц. Сколько же они получают? Средняя зарплата охранника в городе Кемерово 12 тысяч. Но средняя, она только среди людей. Вот известно, что охранник примерно 10-12 получает. Сутки трое должен работать. Хорошо. Но я вам скажу данные статистики. На сентябрь прошлого года средняя заработная плата по отрасли в Кузбассе 19 тысяч. Среднее число работников в этой отрасли 20-22 тысячи человек. Но на самом деле всё наоборот обстоит. Число работников выше, а средняя зарплата ниже. Почему? Потому что очень интересно. Я уже говорил о том, что кризис в отрасли. Статистику сдают только те предприятия, которые работают в огромных холдингах. Там Евраз, Разрезуба и так далее. А мелкие, они распоряны где-то в пространстве непонятном. А вот мы ещё интересный вопрос подняли по поводу лицензии. Как вы вообще устроились на работу, не имея лицензии? Это ещё одно из нарушений руководителя предприятия. Работник не может иметь лицензии. Не имеет права работать на предприятии человек моложе 21 года. И если у него нет лицензии, он может быть только стажёром и только 3 месяца. Всё. Если он работает 7 месяцев, то у этой госпожи Симушиной уже нарушение есть. Как вы устроились на работу? Очень хороший вопрос, что касаемо лицензии. Значит, на предприятиях Симушина и Маргариты Викторовны отсутствие лицензии – это лазейка для получения ею дополнительного дохода. То есть вот у Валентины Михайловны лицензированный охранник. У неё заработная плата была сколько в смену вы получали? Тысячу. Тысячу. А я не лицензированный. Я получал 840 рублей. То есть мы работали вместе на одном объекте, выполняли одну работу. Вот. Ну, я получал 840, она получала тысячу. Как вас вообще взяли на работу без лицензии? Объясните. Давайте зададим вопрос Маргарите Викторовне. Виктор, как вы устроились на работу, не имея лицензии? Я пришёл, подал документы, с моего паспорта сняли ксерокопию, с моего трудовых нуждей забрали. И всё. Сказали, выходи на работу. Более того, я вам скажу, я работал, не имея лицензии. Не имея лицензии. Я работал в средней школе. В школе работали? Детей охраняли, да? Детей охранял, да. Не имея лицензии. То есть в Терри и в Фаворите – это обычное дело. А какое у вас вообще образование? У меня средне-специальное. На кого учились? Я медицинское училище закончил в Кемерово. А вы? У меня высшая экономическая. Высшая экономическая, да? А я так понимаю, на пенсии, да? И пошли подработать. Как вы устроились? Я после операции, у меня была операция на позвоночник, и не могу долго сидеть. И поэтому я вышла в охранное предприятие. Ну, я отучилась, у меня был первый опыт. Маргарита Викторовна был первый опыт. Поэтому так и получилось. То, что получилось. А вас на предприятии не обучали, вот где вы работали? Никаких вам знаний дополнительных по поводу работы охранники? Сейчас я вам объясню ситуацию. Дело в том, что работал охранником я уже до Маргариты Викторовны не один год. Вот, и работал в нескольких предприятиях в Кемерово здесь. Вот, охранный этот бизнес для меня, это не новость, как для Валентины Михайловны. В принципе, такая ситуация на многих предприятиях. То есть, я понимаю, что, я знаю, что даже за это есть ответственность за работу без удостоверения охранника. Ответственности для самих охранников и для юридических лиц предусмотрена ответственность. Но это происходит везде. То есть, это, в общем-то, опять же, нормальное явление. Вот, но нигде это не является лазейкой для получения дополнительного дохода руководителя. То есть, у нее это как часть бизнеса. Давайте послушаем, да, что говорит сама Маргарита на этот счет по поводу обучения, как она принимает сотрудников на работу. Давайте послушаем. Внимание. Люди приходят ко мне устраиваться на работу по объявлению. Но они обучаются как-то? Вы их обучаете или нет? Они обучаются сами. Я единственное, что их знакомлю с должностными инструкциями и информирую о том, как они должны выполнять свои функциональные обязанности. Евгений, а насколько сложно получить лицензию, чтобы это все-таки было несложно, да? Для того, чтобы претендовать на обучение, вы можете обучаться хоть чему, получить свидетельство об этом обучении. Вы можете, если вам 21 год, если вы здоровый физический и психический человек, то есть, пройдя все медицинские, и пройдя вот этот курс обучения в специальном учебном заведении. То есть, несложно на самом деле? Для здорового человека это не проблема. Ну, Валентина у нас не совсем здоровый человек. Почему ты получила лицензию? Ну, всякое есть в этой жизни. Хорошо, давайте сейчас послушаем телезрителей, потом продолжим разговор в студии. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, мы вас слушаем. Пожалуйста, погоните. Добрый вечер. Меня зовут Владимир. Владимир, будьте добры, телевизор, пожалуйста, выключите, и мы продолжим разговор. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Владимир. У меня такой вопросик. 15 лет назад я работал на государственном предприятии. Последний раз на два месяца уезжал в командировку. Мне пообещали премию большую и оплатить должок, потому что мне пять месяцев не оплатили зарплату. Я раз с этим условием поехал, отработал два месяца в командировке, привез очень большую сумму денег, сдал его наличкой в кассу. Рабочие, как сказали, на зарплату они не получили ни копейки. После этого я писал три раза отчет о своей командировке. Они не могли поверить, что там, как сказать, дальневосточные страны, я имею в виду Дальнего Востока, что такие могут быть цены на питание, на все, на передвижение. И в оконцовке, когда меня подвели к такому черте, что я обязан был, не обязан, а должен был уволиться. Я уволился, написал заявление, но после обращения в бухгалтерию мне сказали, что распоряжение главного бухгалтера, что вам не выплачивать ни заработную плату, ни расчетные, которые там обещали даже премию. В общем, ни о чем разговора не было. У меня сейчас вопрос такой. Могу ли я через суд получить, через прошедшее время, где-то около 15 лет, да, как я уволился, денежку? Владимир, а вы кем работали? Я мастер-технологом работал. Уважаемый эксперт, если у вас есть вопросы к Владимиру, он сейчас с нами на связи, можете задать. Либо ответить на вопрос. Существует такое предприятие, трудовой арбитр называется, оно занимается защитой интересов работников. Мы специализируемся на этом, мы сотрудничаем, наш профсоюз с этой организацией. Очень результативное сотрудничество за последние полгода, много обращений, консультируем бесплатно. Вопрос 15 лет, конечно, нереален. Потому что все эти вопросы в суде решаются, но тут уже эксперт конкретнее скажет. Дело в том, что трудовой кодекс предусматривает сроки для обращения граждан с заявлением о разрешении индивидуального трудового спора. Такие сроки в общем порядке составляют 3 месяца со дня, когда было нарушено право работника. По истечении 15 лет восстановить этот 3-месячный срок практически нереально, за исключением той ситуации, что у нас человек на протяжении 15 лет где-нибудь отсутствовал. Спасибо большое. А сейчас я хочу передать слово Наталье. К сожалению, вот эта проблема между работниками и работодателями, она глобальная. И, как выяснилось, так или иначе, большинство работодателей обманывают своих сотрудников. Это показали исследования, которые провел одно из самых крупных агентств в нашей стране. Вот я предлагаю посмотреть результаты этих исследований. На самом деле, очень любопытно. В России 84% людей обманывали работодатели. 66% людей обманули с размером зарплаты. А именно, зарплата была указана с учетом премий, которые по факту не выплачиваются. Указали большой диапазон, а платить стали по нижней границе. 64% опрошенных столкнулись с обманом при оформлении трудовых отношений. Больше, чем половине людей предложили работу без трудового договора. И круг обязанностей оказался намного шире, чем оговаривалось при приеме на работу. А если вам работодатели не доплачивают, звоните к нам в эфир и задавайте свои вопросы. 8-933-300-0300. Евгений, вот вы проявили инициативу. Вы пришли к нам на телеканал и решили заявить об этой проблеме, об этой теме, придать ее огласке. Скажите, почему? Потому что это проблема всей отрасли. И профсоюз может развиваться только тогда, когда будет здоровая отрасль с нормальными, чистыми, белыми зарплатами. С каких зарплат можно платить взносы профсоюзные, если она в конверте, а иногда и неизвестно там. Может быть, люди просто боятся потерять и те крохи, которые они имеют, правильно? Поэтому они вступают в сговор, преступный сговор, как уже сказали. А может быть, и выхода нет? Нет выхода, нет. Потому что жизнь гораздо многообразнее, чем представляет собой государство. Вот государство говорит, заключи договор, и у тебя будет все хорошо. О каком договоре может идти речь, когда человек находится в трудной ситуации жизненной? У него либо там по здоровью, он лишился основной своей работы, либо, допустим, в течение обстоятельств ему нужны кредиты. Вы знаете, как много кредитов люди набрали. Он работает в одной организации и подрабатывает в другой. Масса таких примеров. Почему текучка в этих охранных предприятиях, а там безумная текучка? Потому что люди работают на нескольких местах. И сутки через сутки, и через трое, и через двое. Там такое многообразие режимов работы, не поддается просто воображению. Вот просто человек, который в этом не погружен, он просто удивится, когда узнает, что происходит в охранном бизнесе. И я всегда говорю об этом. Когда вы находитесь на своем рабочем месте, посмотрите вокруг, что вас окружает. На огромное здание административное сидит бабушка за окошечком. Она себя спасти сможет? А вот по поводу бабушки, сейчас, секундочку. Подготовленных охранников сегодня вообще редко где встретишь, да, согласитесь. И уж так повелось в нашей стране, что бабушка-вактёша идеально справляется и с ролью бабушки, если надо, с оружием. Баю, баюшки, баю, баю, внученику мою. Это всего лишь фильм, как мы все понимаем, да. Но такова наша действительность. И бабушка, на самом деле, это как вариант эконом-класса, да, охранника. И ей не надо много платить, а судя по истории наших героев, можно вообще не платить. И когда захочешь, тогда можно и уволить, да. Евгения, у меня вопрос к вам. Так уж повелось, да, в нашей стране, что принимая на работу пенсионеров, предприниматель, он как бы экономит деньги. Но в то же время он рискует и тем, что работники, они не всегда профессиональные, да. И сами работники рискуют тем, что, мало ли, да, вор забрался, пожар, они же не смогут защитить ни здание, ни себя. Таких случаев, когда охранники рискуют своей жизнью, они происходят постоянно, да. И я думаю, и в вашей практике к вам обращались уже не раз. Не раз. Такими историками. И будут обращаться. Это неистребимая черта русского характера. Авось. Авось пронесёт. Авось выдадут зарплату. Авось всё будет хорошо. И это, почему это работает? А потому что это работает. Люди находятся в каком-то странном обстоятельствах своих, и у них всё получается. И вот раз получилось, два получилось, но в определённый момент раз и не получилось. Вот как с нашими героями. А в прежних случаях было. Он же работал-то без лицензии. И он понимал, на что он идёт. Он знает, что не положено в охранном предприятии, но работает. Потому что деньги-то надо зарабатывать. Это же жизнь. И поэтому всё оговорить законом, исследовать этой буквой законы люди не могут физически. Потому что обстоятельства таковы. Отрасль находится в таком положении, что в роли выживающих не только охранники, но и работодатели. Директора охранных предприятий, 34% социального налога им неоткуда взять. Наша отрасль, она не такая ёмкая финансово, чтобы можно было у нас в Кемеровской области более 250 охранных предприятий. Выданных лицензий в 2011 году 30 тысяч. Лицензий. Вы знаете, сколько милиции, полиции у нас? У нас 15 тысяч милиционеров. А охранников 30 тысяч. А в отрасли работает 45-50 тысяч. Ну, в отрасли то, что занимаются этой деятельностью по охране. То есть, понимаете? А почему они всего лишь 20 подтвердили на конец 2011 года, 20 тысяч подтвердили о своей деятельности? Я вам статистику сентября говорил, 2012 года. Почему? Да потому что ушли в тень резко. Социальный налог вырос. А руководителям что делать-то? Им же нужно как-то выживать. Если он наложение сделает, как положено, ему помахают рукой. И все.